Выставка «Ученики, достойные своих учителей» стала своеобразным итогом шестой межрегиональной передвижной школы-пленэра «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие», посвященной 110-летнему юбилею со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации Виктора Киселева, единственного ученика и близкого друга Аркадия Пластова. Вот все, кого мы сейчас видим, многие из них уже не первый раз на нашем пленэре. И мы видим каждый год, как они растут, как они меняются, как они мужают и какие они молодцы. Уровень работ, который вы здесь видите, очень высок. Киселевские зори в этом году проходили с 30 июля по 7 августа в районном поселке Сурское, который многолико представлен в выставочных картинах. В экспозиции более 80 работ. Они выполнены в разных техниках. Это и живописные пейзажи, и виды поселка, историческая архитектура, портреты жителей в народных костюмах, натюрморты. Авторы работ – профессиональные художники, преподаватели школ искусств из Москвы, Казани, Тамбова, Кузнецка, Сызрани, Тольятти, Пензы, Череповца, Ульяновска и районного поселка Сурское, а также их ученики. Пленэры, которые проводят наши ульяновские художники, это как шаг вперед, потому что у них ни один, ни два ученика, а больше. И это люди, которые влюбляются в те места, где жил Киселев, где жил Пластов. Восхищает работа московского художника, участника пленэров в селе Преслониха Федора Помилова, который из старинных утюгов составил интересный натюрморт. Среди участников отчетной выставки есть и работы заслуженного художника России, лауреата Международной премии Пластова 2016 года Станислава Слесарского, председателя Творческого союза художников России от Республики Татарстан Ильгизарса Макаева, членов союза художников России Виктора Углоча, Андрея Уделова, Валерия Кузнецова, Людмилы Слесарской. Не менее интересны работы их учеников. Так впервые в пленэре участвовала и представила свои работы на выставке Светлана Осипова, переводчик с японского языка. Она всего один год занимается у Виктора Углоча, что не скажешь по ее этюдам. Выставка будет работать в региональном пресс-центре до 1 ноября. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.